Девушки отдыхают Соня, здравствуйте! Как вы умудряетесь так ходить даже в свободное от работы время? Ты постоянно учишься стоять выворотно у станка и потом оно у тебя навсегда. А вы можете ходить как нормальные люди? Нет, ну бесполезно, все равно. Выворот никуда не девается, он остается. А вы каждый день занимаетесь? Шесть раз в неделю. А летом вам удалось отдохнуть? Нет. Я ездила в Монако в школу, но я там училась, а не отдыхала. А как вы попали в Монако в школу? Выиграла в Париже, там, можно так сказать, премию на одну неделю. Чем отличается обучение там и обучение у нас? Ну, например, у нас там пуанты учат женщины, а там это может быть и мужчина, и женщина. Мужчина стоит на пуантах? Ну да, бывает такое. И бывают пуанты, скажем, моего 43-го размера? Да, бывают. Соня, и вот скажите, вы, если я вдруг раздобуду пуанты 43-го размера, научите меня на них стоять? Конечно. Тогда у меня к вам большая просьба, чтобы этот мастер-класс был по-настоящему интересен. Я достану две пары пуанты, и вы сейчас уговорите Андрея Данилевича, чтобы он тоже согласился на эту авантюру. Хорошо? Да. Прошу вас, Сонечка. Спасибо. Присаживайся. Слушай, какая ты тоненькая. Сколько ты весишь? Это секрет. А от кого это секрет? От всех. А все балерины скрывают свой вес? Да. Даже друзья мне говорят. Если что-то съедаешь и поправляешься, ты сразу это чувствуешь? Сколько ты можешь почувствовать? Где-то я могу почувствовать 500 грамм. Тяжелее становится ноги поднимать. Слушай, а кто за тобой следит? Вот кто тебя ограничивает? Никто. То есть ты сама? Сама себя ограничиваешь? Да. Бабушка Виктория, вы-то как раз жалеете свою внучку и наверняка угощаете пирожками и тортом, да? Нет, не угощаю. И у меня даже есть такая кличка между нами. Меня в доме называют дракончик. Пирожки пекутся. Но все это очень ограничено, потому что бабушка была сама тоже связана со спортом и понимает, как тяжело лишние килограммы. Потом на себе носить. То, что могут себе позволить твои сверстники, ты себе в этом отказываешь. Балет, он стоит таких жертв. По сути, он у тебя крадет детство. Но зато в будущем будет намного лучше, чем сейчас. А у тебя есть какие-то планы, да, на будущее? Да. О чем ты мечтаешь? Стать прямо балериной. Хорошо танцевать, очень красиво. А мама что на это говорит? Она меня поддерживает. Соня очень целеустремленная и она настойчивая. В том году она отказалась от образования в школе и перешла на онлайн-программу. Она мне очень выдвинула грамотный аргумент. Она сказала, что тратить 7 часов своего времени непродуктивно. Вот с такой формулировкой это прозвучит. Да, именно с такой формулировкой. И в данный момент она занимается онлайн и говорит, мама, у меня все под контролем. Ну а преподаватели, они не жалуются, что уровень знаний невысокий, что следовало бы больше времени уделять учебе? У нее все контрольные, 98-100% из 100%. Боже, какая умничка. Ты где себя видишь вот в будущем? За границей это точно. А почему? Ну потому что я, наверное, хочу заниматься балетом, там где-то намного больше ценится. Там намного больше есть средств с центом, залов. Там, может быть, больше за это платят? Нет, не только. Возможности куда-то ездить. Ну вот, например, ты поступаешь в театр, там, работаешь в театре, но тебя еще могут приглашать другие люди. Есть какая-то сцена, о которой ты больше всего грезешь и мечтаешь? Ну да, в Лондоне. Что ж, Сонечка, я желаю, чтобы тебе покорились все сцены, о которых ты мечтаешь, чтобы ты выступила и в Лондоне. И, думаю, придет время, когда Андрей Даманский, да и я, мы будем говорить, нас учила стоять на пауантах сама София Латышева. И сейчас давай его встретим на этой сцене. Соня, беги ко мне сюда скорее. У нас есть новость очень хорошая и есть новость очень плохая. Новость очень хорошая заключается в том, что я раздобыл пауанты большого размера. Новость очень плохая для некоторых заключается в том, что это не мой 43-й размер, а чей-то 41-й. У меня 42-й. А чей-то 42-й, я оговорился. Смотри, это же сказка про Золушку. Ты помнишь там реплику? Никакие связи не помогут сделать твою ножку маленькой. Ты будешь королем балета, мальчик. Мири, давай, пуанты. А есть какая-то технология, как правильно надеть пуанты? Там есть секреты? Да их надевают сидя, стоя. Сидя. А где левая, а где правая? А, это не важно. Поначалу одинаково, а потом, когда в них работаешь, они уже ложатся по форму стопы. А носки снимать? Да. Носки снимать, естественно. В лес. А как? Скажи, пожалуйста, Сонечка с лентами с этими. Куда их привязывают? На ножки? Я могу показать. Покажи, пожалуйста, да. Будь добра. Нужно их здесь вести крестиком. Крестиком. Все, крестик поставила на тебе уже, Сонечка. Это вот сюда, и здесь нужно связывать узелок. Уже не осталось на узелок? Усталось, чего нет. А, осталось? Я понял. Только не сильно перетягивай, а то свалится. Смотри, Данилевич, ты вяжешь пуанты крестиком. Гляди, как бы в балете не оказаться ноликом. Я могу донести тебя до станка, если ты не дойдешь, Сон. Тебе придется меня тянуть. Подождите. Внимание. Ответственный момент. Андрей Данилевич на пуантах. О, браво. Скажи, такого раньше ты не видала. Да. Вот, мы сейчас напишем либретто этого балета. Оказался бы я так, где-то на Житомирской улице. Скажи, ты бы не дошел домой. Подхватил бы от пацанов. Часики сымай, правильно. Балетный, да, часики сымай. Так, пройдемте к станку, друзья. Смотри, у тебя походка даже как-то стала более царственной. Не, ну что ты как к тыну подошел? Это станок. Больше уважения к прибору. Это, да, Сонечка, с чего мы начнем? Ну, сначала встанем в первую позицию. Ага, сначала вот выворот, да? Это как называется позиция, номер у нее? Первая. Первая позиция. О-о-о. Но. Что-то когда я выпрямляю ноги, у меня носки сдвигаются. Ты только начал, подожди. Годы проходят, чтобы у тебя нарисовался выворот. Мишель, я помогу, конечно, конечно, конечно. Ребят, пиджачок почти новый. Хорошо, продолжим. Дальше. Сейчас мы садимся в плие. В плие, попрошу вас, Андрей. О. Где ваше плие? Ну, отлично, по-моему, плие. Да? Плие. Сейчас я покажу. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ну, чтобы видели. Тихо-тихо. Так, есть в плие. Да. А теперь мы вскакиваем и выпрямляем колени. О, вот сейчас будет выход на пуанты. Андрюха. Соня, вы можете... Только если бы не станок, я бы так не стоял. Подождите, сколько дней, месяцев, лет прошло, прежде чем у вас получилась вот такая идеальная постановка ноги? А ну, покажи, как ты это делаешь? Ух ты. Ну, где-то год. Год вы тренировались, прежде чем вот так идеально встать на пуанты, да? Да. А у этой постановки есть какое-то красивое французское название? Ты пытаешься сбросить пуанты с ноги сейчас? Нет, я уже чувствую себя... А, вошел в образ. Да. Как ты думаешь, на лебедя потянешь? Щелкунчик? Или ты будешь третьей адолистской в корсаре? Я буду первый. В каком возрасте начинаются поддержки в балете? Где-то в 14-15. Скоро исполнится. Скоро. Буквально через пару мгновений и можно попробовать поддержку. Боюсь, что меня придется поддерживать. Если мой друг втянется, на что ему стоит обратить внимание? Вот какие бы вы замечания сделали, как профессиональный балетмейстер? Полностью становиться на план. Потому что многие люди становятся на него так, а на самом деле нужно становиться на него полностью. Тонечка, вот когда мы смотрим на балет, приходим в театр, на что нужно обращать внимание, чтобы стать истинным ценителем этого искусства? Ну, обращать на мягкость рук, на эмоции. И вот иногда даже я, например, прихожу и начинаю смотреть на их ноги. Вот сижу и просто наблюдаю за ногами. Это вот, жива от одного балета, можно получить минимум три удовольствия. Первый раз пришел, смотришь на ноги. Второй раз смотришь на руки. И в третий раз уже на все в комплексе, да? Отлично, здорово. Но у нас такой возможности не будет, потому что Соня Латышева подарит нам одно единственное. Но какое выступление! Сонечка, беги готовиться, а мы сейчас с Андреем Данилевичем тебя красиво объявим. Как правильно смотреть балет? Все очень просто. Отключите разум и включите чувства, и вы полюбите это искусство. И в этом вам поможет Соня Латышева. Соня Латышева, встречайте! Соня Латышева, встречайте! Соня Латышева, встречайте! Браво, Соня Латышева, и огромное тебе спасибо за твое выступление. Медаль круче всех для Сони Латышевой в студии. Пусть лондонская сцена покорится тебе. Да будет так! То самое чувство, когда ты круче всех! То самое чувство, когда ты на уме! То самое чувство, когда ты круче всех! Круче всех! Круче всех! У тебя все получится! То самое чувство, когда ты круче всех! То самое чувство, когда ты на уме! То самое чувство, когда ты круче всех! Круче всех! У тебя все получится! Круче всех! 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 Круче всех!